Анна Ахматова, Бег Времени Что войны, что чума, конец им виден скорый, им приговор почти произнесён. Но кто нас защитит от ужаса, который был бегом времени, когда-то наречён? 1961 год. Вот такие замечательные короткие стихи написала Анна Андреевна Ахматова. Сегодня мы её вспомнили непрост так. Дело в том, что у ней 23 июня в 1889 году случилось день рождения. Настоящее имя у неё Горенко. Родилась в солнечной Южной Одессе. В семье Цитовного-Флотского инженера-механика. Училась на высших женских курсах в Киеве, а затем на юридическом факультете Киевского университета. В 1910-м она вышла замуж за ведущего представителя основателя акмеизма Николая Гумилёва. Поэтический стиль Анны Ахматовой отличается ярким сочетанием конкретности словесных образов и поразительным лаконизмом с обновлёнными ритмами. Известный искусствовед Жермунский сравнивал творчество Ахматовой с музыкальным искусством Дебюси. Главная, хотя и не единственная тема стихов, Анна Ахматова «Любовь». Широкий жёлтый, вечерний свет, Нежноапрельская прохлада. Ты опоздал на много лет, Но всё-таки тебе я рада. Сюда, ко мне поближе сядь, Гляди весёлыми глазами. Вот эта синяя тетрадь С моими детскими стихами. Прости, что я жила скорбя, И солнцу радовалось мало. Прости, прости, что за тебя я слишком многих принимала. Свой первый сборник стихотворений Анна Ахматова опубликовала в 1912-м. В 14-м свет вышел второй сборник, чёткий, который закрепил мнение об истинном поэтическом таланте Анны Ахматовой. В 1917-м появился следующий сборник под названием «Белая стая». В 1921-м – «Подорожник». В 1922-м известный сборник, который отражал все нотки чувства и скорби Анны Ахматовой, связанные с расстрелом её супруга Николая Гумилёва. После этого, начиная с 1922-го, все изданные сборники Ахматовой подвергались жесточайшей цензуре со стороны советской власти. В августе 1946-го постановление ЦК Компартии творчества Анны Ахматовой было осуждено по причине несоответствия идеалам социалистического строительства. И только начиная с 1959-го года стихотворения Анны Ахматовой вновь стали появляться в советских журналах. Лишь в конце 1980-х стихотворения ПТС стали издаваться полностью без вмешательства цензуры. Анна Андреевна Ахматова дожила до 5 марта 1966-го года в санатории в Домодедове. Это в Подмосковье и была похоронена в Комарово под Ленинградом. Вот такое у нас случилось на сегодня событие, как день рождения Анны Андреевны Ахматовой. Напомню, 23 июня 1889 году родилась русская и советская поэтесса. На этом, пожалуйста, всё. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова